Накануне в Лазаревке сошел оползень. Его спровоцировали обильные осадки. В результате рухнула подпорная стена, состоящая из бетонных блоков, между двумя домами в переулке Павлова, которая повредила трубу. Жители остались на некоторое время без тепла. Его восстановили в ту же ночь. Мы вначале услышали небольшой хлопок, то есть повредилось отопление. Труба отопления горячая, был большой фонтан. А после этого услышали грохот и вот упала стенка. Возле рухнувшей стены было организовано круглосуточное дежурство казаков, полиции и спасателей. На месте ночью работала комиссия из сотрудников Управления капитального строительства администрации Сочи и геологов, которые определили прочность почвы. Всю ночь продолжался мониторинг данной ситуации. И если на вчерашний момент у нас возникали такие опасения, то несмотря на всю ночь шедший дождь, на данный момент мы поняли, что динамики развития данной чрезвычайной ситуации нет. И продвижение грунта на утро не обнаружено. То есть есть большая вероятность, что на этом эта ситуация стабилизируется. Сочинцам, проживающим в двух домах по улице Коммунальников и одного дома по переулку Павлова, поручению главы города предоставили временное жилье. В пансионатах Лазаревки размещены 15 человек, в том числе трое детей. Еще 42 человека переехали к родственникам. 24 человека отказались от расселения. Состояние домов оценят эксперты и определяют дальнейшую возможность проживания в них. Визуально внутри и на фасадах трещин не обнаружено. Скорее всего причиной послужили несколько факторов. Совокупность, точнее, факторов. Первое – это, естественно, переувлажнение глинистого грунта в результате обильных осадков. И второй фактор – это были здесь бытовые истоки, которые переувлажняли эту подпорную стенку. Возможно, существует и третий фактор. Подпорная стенка, возможно, была не совсем качественно выполнена. Дома постройки 90-х годов. На тот момент несколько не был доработан проект данной подпорной стенки. Она была сделана во временном режиме. Теперь, после проведения мониторинга, обследования, принято решение на основании введенного режима ЧАЭС разработать проект ускоренными темпами и восстановить данную подпорную стену. Большая вероятность, что она будет уже монолитной и позволит эксплуатировать эти дома довольно длительное время. Подача воды в дома будет возобновлена, как только минует угроза дальнейшего переувлажнения почвы. На месте находится машина водоканала с питьевой водой. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова